ПЕСНЯ 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 Для того, чтобы мы отмечаем 100-летие этого великого события в истории человечества. Я хочу вам напомнить, что очень недавно прошел фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И президент Всемирной организации демократической молодежи и студентов Николая Папа Димитрова, президент, Он выступил в первой своей речи, открывая этот фестиваль, следующими словами. Нас принимает страна героев, победивших фашизм. В этой стране 100 лет назад произошла великая Октябрьская цифролистическая революция. Это признание молодежи мира. И это не может с вами гордиться за наших предков, которые совершили ее, за наших родителей, которые участвовали в ней в гражданской войне. У кого это было? Вчера было торжественное собрание и концерт, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в концертном зале России на Лужниках. Этот зал был в Битконове, 5000 было приглашено. Там были представители от 187 стран мира со своими флагами, сидели там в этом самом зале. Это еще одно всемирное признание Великой Октябрьской социалистической революции. Ну а для нас, для того, чтобы осознать это, да, я только напомню, что в истории человечества последние 2000 лет сменилось три общественных мирового устройства, мироустройства. Это было рабовладельское общество. Оно было разрушено наступающими племенами, и рабовладелье было сокрушено. Началась эпоха феодализма и средних бисков. С 478 года. Затем революции в Нидерландах, революции в Англии, а затем Великая Французская революция смела этот феодальный строй и установился строй бужуарным капитализмом. Великая Октябрьская революция в 1917 году начала новую эпоху, которая сейчас называется в исторической науке новейшее время. С нее начинается Октябрьская революция, Китайская революция, революции, которые произошли в Европе. И вот сейчас прошел в Ханое международный геополитический конгресс. Как он назывался? 100 лет реального социализма и теория посткапиталистической цивилизации. Поэтому мы с вами отмечаем вот этот действительно великий торжественный день, который сейчас отмечается в ноги народа мира. Поздравляю вас с третьим праздником! Спасибо! Ура! Я вот недавно беседовал с одним тоже человеком, который попал в госпиталь вместе со мной. Спасибо! Довольно знатный дипломат, чин высокий. И вот он говорит, а мне сейчас живется, говорит, лучше. Спасибо большое! Лучше! У меня вот квартира хорошая, дача у меня вот под Москвой, дети квартиры имеют и так далее и тому подобное. По годам-то мы недалеко друг от друга ушли, я и спрашиваю, а дед-то с бабкой у вас кто? Ну вы из села вот такого-то, такой-то области. Я говорю, а это самое, учились вы в вашей дипломатической программе, много платили? Он смотрит на меня, как это у нас? Мы тогда не платили. Я говорю, а дети ваши выросли? Они ведь тоже, наверное, институты позакончили. Закончили. И тоже вы платили. Он говорит, нет, тогда не платили. Я говорю, а квартиру вы получили когда? При советской власти сейчас. Он говорит, только тогда. И я говорю, сколько за нее платили? Он говорит, понял, к чему я речь не делал. И я ему говорю, дорогой Володя, да если бы не Октябрьская революция, сидели бы и родители ваши, а может быть и вы, в той же самой деревне и лапти бы плели. А Октябрьская революция сделала вас человеком и обеспечила вам эту жизнь, в которой вы сейчас похваляетесь. Октябрьская революция, как сказал Ильдар Иванович, это ярчайшее явление во всей новейшей истории. Такого не было. И оно несравнимо со всеми предшествующими революциями, которые были только лишь преддверием вот этого Великого Октября. Ведь и царь, и последующие там на некоторое время буржуатные правительства в России, они демонтировали Россию, развалили ее. Орал же, помните, Пчицин, нет такой силы, чтобы готовить ее спасти. А Ленин и его команда большевистская, а потом и Сталин, они спасли Россию. Они сохранили ее, как единое государство. И если бы ни обстоятельства, в которых рождалась эта страна, ни трудности капиталистического окружения, ни остатки того старого мира, который сгнивал внутри страны, другой бы была у нас дорога в будущее. И будущее было бы другим. Ведь Маяковский даже говорил, «С каждой весной ослепительнее крепнет земля и стройна наших подросток страна». Но не дали ей вырасти, не дали. Надвигалась страшная война. И когда мы говорим о знамени победы, что возведено было над Рейхстадом, о штандартах фашистских, брошенных к Молзолею под ножью, не нашлось другой силы сломить хребет врагу. Только советская страна могла это сделать. И это была Октябрьская революция, когда Чкала в Первом эмире со своими релетами Байдукова-Белякова перелетел через Северный полюс и аплодировала стоя вся Америка, Майконур и другие. Это была Октябрьская революция. Когда Гагарин в Первом эмире взлетел в космос, это тоже была Октябрьская революция. И вот это, о ледоколу атомной, о мирное использование ядерной энергии, для чего? О рассвет. Рассвет культуры, науки, техники, которого добилась советская страна, став из малограмотной, что там малограмотной, безграмотной, 85% населения не умели писать, читать. Это тоже все следы Октябрьской революции. Вы сказали о Вьетнамском форуме, а я вспомнил предшествующий Балдайский форум, который прошел. И вот там были сказаны такие слова об Октябрьской революции. А я потом скажу вам, кем они были сказаны. Октябрьская статистическая революция была неизбежна и оправданна. Потому что власти, и царские, и последующие, которые говорят, не сумели ответить на чаяния народа. И изменила эта революция не только Россию, но и весь мир. И показала, что страна после этой революции достигла высоких вершин, так сказать, во всех областях науки, техники, культуры и так далее. А перед этим еще этот же оратор сказал, Советский Союз можно было сохранить. Потому что кто не жалеет о его гибели, у того нет сердца. Надо было просто вовремя провести необходимую реформу. Это Путин сказал. Это Путин сказал на этом форуме. А вслед за ним Шувалов, один из богатейших сегодняшних людей, он тебе сказал на этом же форуме, что время советское доказало, что государственная собственность тоже является одной формой собственности, которая позволяет развиваться обществу в правильном направлении. И он там сказал, что вот те остатки этой собственности, которые сейчас еще сохранились в России, они должны быть сохранены и использованы. Он имел в виду крупные отрасли, которые пока еще под рукой нашей власти. Хор, лживый хор русофобов поет сейчас и по телевидению, и во всех средствах базовой информации. И клянут они Октябрь, клянут Ленина. Вы посмотрите фильм, вот этот, выходит, «Демон революции» о Паргусе, о Ленине. А на Труцкого, Лейблу Бронштейна, поднимают на невиданных высотках главного организатора этой революции. И так далее и тому подобное. Целые, ну я не знаю, целые пылия. Что хочется сказать? Конечно, на события революции мы должны смотреть вот с позиции сегодняшнего дня. Здорово бы, здорово бы проиграли, потеряв нашу родину, Советский Союз. И сейчас поют на все голоса, что это навсегда, что больше уже советской власти не будет, что не знаю. Я верю, я верю, в одном своем небольшом сихотворении, я даже так и закончил его. Я верю, будет светиться веками, зажженная большевиками заря. И мы не последние маякане под красным знаменем октября. Да, временно нас одолела измена, но бьет в капитал революции прибой. За нами поднимется новая смена и выиграет неоконченный бой. Со столетия у вас великого дружба. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ